С вами уехавшие домой новости доты. СНГ команды захватили доминацию на главном турнире года. НС зачитал рэп и призвал ГБН к ответу. Игроки массово жалуются на ужасные условия в отеле и на самом Инте. Бэтбум и Виртус Про выдали нереальные вещи. В прошлом ролике я довольно много рассказал про организацию Инта и его атмосферу. Точнее, про отсутствие атмосферы. Однако, пара моментов точно нуждаются в дополнении. Во-первых, в комментариях начали массово писать, мол, игроки зажрались. Им два блюда на завтрак уже мало. Да и вообще, что делает менеджмент? Что ж, для начала, оба блюда там банально невкусные. И это мнение далеко не только китайцев. Самая худшая еда из всех, что во всех турнирах, где я был. Вот об этом прямо пишет менеджер Бэтбум. А вот менеджер Спирит Корбен говорит, что все настолько плохо, что он даже будучи обычным работягой с завода, не стал бы это есть. Плюс, система с доставкой обедов и ужинов, оказывается, тоже дала сбой. А обоим менеджерам Бэтбум пришлось часами возиться с неработающим приложением, чтобы хоть что-то заказать. Также, в этих доставках нельзя купить здоровую пищу. Одни бургеры до шаурма. Рамзес на этот счет своих эмоций не скрывает. Тут он солидарен со Зур Рей и их Piece of Shit. Даже игроки Virtus.pro, которые по идее должны быть неприхотливы, на это жалуются. Да, топорги могли бы позволить себе личного повара, но не с таким расчетом ты летишь на главный турнир года. Проблемы с компьютерами в практицах тоже носят далеко не единичный характер. А еще на всех компах в начале турнира просто обрубили интернет и игроки начали сходить с ума. Нет интернета, вообще его вырубают на все время проведения интернешнлана. С одной стороны, это решает проблему альтабов на стримы. С другой, игроки ощущают себя в полной изоляции от всего мира. Ты просто с 10 утра, с 9.30 до 9 вечера, ты просто как в тюрьме. Смотришь Dota TV просто. Реально, просто официалки сидишь, смотришь и с ума сходишь. Вчера мы сидели, типа у меня не было игры, я просто сидел, я хотел что-то поделать, я не мог. Интернет на репите слушал и сходил с ума. Музыку не можешь реально послушать, матчмейкинг поиграть. Кстати, интересно, что на Инте турнирные админы тоже бывают пофигистами. Это же именно они, я напомню, должны следить за альтабами и прочими подобными моментами. Только по словам Рамзеса, некоторые из них даже разрешают юзать телефон. Каким-то админам пофиг на телефон даже, какие-то там супер докапываются, знаете, до всего. Есть админы, которые сидят, да блин, да пощут насрать им на все. У меня там телефон, там браузер, хуйня, браузер. И еще однозначно стоит дополнить момент по атмосфере. Все так плохо, что даже традиционная прикольная вечеринка перед Интом оказалась стухлой. Хуча в припати было в этом году. Грустно. Грустнее. Даже никого не было. На прошлом тебе было весело. На прошлом было весело, да. На прошлом тебе там реально, там было за два дня до игр. Все пришли, что-то пили и общались. Там и коктейльчики нормальные были. Там народу было много, все были абсолютно. Это сказали тебе тем. Все в падлу было. Все скудника, конечно, было. Там вообще никого не было. А там, на самом деле, вообще в падлу было находиться. Игроки разных команд буквально в один голос говорят, что это полное уныние, а не инт. На этом депрессия на тойке. Ну, на самом деле, реально ничего не поднять. Это очень... Это турнир депрессии. Атмосфера вообще не да. Всем и честно, как бы все равно на этот турнир как будто бы... На этом турнире реально. Сдрошно, это сдрошно. Рамзес даже символично записал видосы с туалета, что как бы намекает. Турнир, я, загляденье. Вообще, просто пушечка. Ну, ничего имеешь, что имеем. Кроме того, прочувствовав формат турнира на себе, многие коллективы высказали недовольство. Странно выигрывать группу 8-0 и завтра иметь нехилую такую возможность вылететь в нижнюю сетку. Особенно учитывая вот этот непрозрачный посев групп. Распределение по группам действительно вызвало массу вопросов. Можно было раскидать как будто в разные группы. Сетки странные какие-то у нас. В одной группе между собой, потом еще раз, ну, уже другая команда, вот мы сыграли. Ну и сам формат с перерывами, как и в прошлом году, ни единого игрока не устраивает. Формат отвратительный. Вот сейчас нам придется ждать на интернешнале там 5 дней до следующего своего матча. Те, кто выходит в топ-8, они опять будут ждать чуть ли не неделю. Это же вообще абсурд. Только Valve же упор на прошниках делать больше не станут, так что, думаю, их недовольства будут, как обычно, проигнорены. Так а что по официальному ру-контенту? Может, там есть проблески? Ну, брать интервью между играми внезапно поставили Майл Шторма. Человек в этой роли никогда не работал, но давайте главный ивент года доверим ему. К самому Майлу вопросов нет, он потеет как может. Но вот решение Valve, это, конечно, нечто. Оказывается, эту роль изначально должен был выполнять Шторм. Выбор, кстати, неплохой. По замыслу Valve, он бы задавал заранее заготовленные вопросы за кадром. Только они не были в курсе, что Шторм живет в Киеве, а как узнали, то быстренько слились. Его роль отдали той самой Полине Машине, я еще говорил, что на текстовые вьюшки берет. Под идею Valve не появляться в кадре как раз подходит. Только она по итогу не смогла получить визу. Об этом написал комментатор Форс в своем телеграме. У самого Форса тоже проблема с документами, но он-то комментатор, его еще можно заменить. В общем, попытки что-то сделать были, но в итоге весь контент снимают сторонние продакшены. Ладно, есть на этом идея и парочка плюсов. Во-первых, в Сиэтл прилетели ветераны Матумба Мэн и Дэнди. Зрителям на месте проведения однозначно будет в радость. Что же касается игроков, то им нравится одно. Здесь все четко и по расписанию. С точки зрения организации именно игр, все довольно быстро проходит без задержек. Приходите прям под игру, то есть игра уже начинается, они там супер типа гоу-гоу, фаст-фаст. Игра заканчивается и реплей сразу есть, то есть у тебя нет задержки никакой. Вот это типа супер крутой плюс. На этом как бы и все. По моим ощущениям, Valve разделили ивент на дорогу на инт и сам инт не просто на словах. Видимо, все шоу нас ждет уже на следующих выходных. Ну, мили не ждет, я уже ничему не удивлюсь. Да и в целом ладно, пока игроки готовы катать на максимум за статусность, пускай инты хоть в подвалах проводят. Единственными новыми шмотками, приуроченными к текущему инду, стали вещи из сундука Crimson Witness. Напомню, что его можно получить лично посетив International, начиная со стадии плей-офф. Выпадают они в небольших количествах всем, кто привязал Steam к своему билету инта. Соответственно, как и всегда, цены на эти сундуки и шмотки из них просто космические. При этом, по сути, они представляют из себя перекрашенные версии уже существующих предметов. Чисто внешне я бы выделил разве что вот такого фуриона. Вдобавок, эти шмотки меняют цвет эффектов от одной из способностей на багровый. Лучше всего это прослеживается у стенки Darkseer. Впрочем, на этой неделе инт закончится, Valve возьмут небольшой перерыв и, я думаю, засыпят нас новой косметикой. Если же твой кошелек опустил так, что даже не хватает на Battle Pass, то тебе явно пора посетить Steam Balance. Заходишь на сайт по ссылочке в описании, вбиваешь логин Steam'а, сумму пополнения, оплачиваешь с российской карты, киви или же крипты и все, деньги поступят на Steam моментально. Авторизироваться нигде не надо, ну а в том, что сервис рабочий, можешь не сомневаться. Сотрудничаю с ребятами уже несколько лет, да и положительных отзывов об их работе просто море. Здесь же на вкладке Battle Pass можно купить компендиум и уровни к нему, все делается аналогично в пару кликов. И прикинь, это еще не все. На Steam Balance можно пополнить баланс десятка других популярных игр не из Steam'а. Brawl Stars, PUBG, Genshin и так далее. Так что бегом по ссылочке в описании и пополняй баланс Steam'а, а также других игр без заморочек. В прошлом ролике я как-то упустил момент с трансляциями Инта, только в факте дня о цифрах кратко сказал. И действительно, поначалу Никса и Несса смотрела больше людей, чем официальную русскоязычную трансляцию. Но эти цифры не отражали реальной картины. Просто официальных стримов было 4, а комьюнити-касты собирали всех зрителей условного НСа на одном потоке. К плей-оффу стало понятно, что комьюнити-касты все еще проигрывают борьбу, когда играется лишь один матч. Я пару раз засекал, и цифры были примерно такие. Официальная англоязычная и русскоязычная трансляция по 100 тысяч, Никс 65 тысяч, НС 40 и Папич примерно 10 тысяч. Давай начнем с самых многочисленных стримов. Valve нигде это не анонсировали, но большая часть талантов Paragon'а поработала лишь на групповой стадии. Связано это с тем, что освещение плей-офф было отдано студии Fissura. Да, оно все еще идет на каналы Dota 2 Ti, никакого бэтбума. Однако всю работу выполняют люди Fissura из Еревана. При этом на место проведения прилетели Адекват, Майлшторм, Лекс, Арзик, Мантис и Блэк Архангел. В целом, каких-то особых проблем именно с рут-трансляцией я не видел. Скорее так, парочка рофлов. Вот, например, в эфире проскакивает мат от одного из закадровых сотрудников. Дополнительное количество атакских, да, именно. А вот режиссер случайно включил не ту камеру. Напомню, да, против команды, которая на Интернешнале на этом еще и не проигрывала. Я не знаю, что это было. Этим, кстати, и грешила и официальная англоязычная трансляция. Когда ВП увидели себя на камере с подписью Мира, то не упустили возможность порофлить в прямом эфире. Посмотрим, Мира, камера сейчас. Все ребята, они счастливы, они готовы. В остальном нареканий к официальным трансляциям вроде бы нет. Хотя и какого-то прям запоминающегося шоу тоже пока что не было. В этом плане выгодно отличился комьюнити-каст НС. Вдобавок к своим обычным сокастерам он позвал Яна Непомнящего. Он является одним из лучших шахматистов мира. Ролик о нем вот тут глянь. Также на огонек к Ярославу может заглянуть Ростик. А прямиком из Сиэтла для него вещает стример Парадеич. Вот, с ним даже забавный момент получился. Он что-то рассказывал из зала и тут на него вышел слакс, который бродил среди зрителей и вещал на англостриме. Причем стрим с разными гостями и включениями это лишь начало. НС выпустил собственную рэп-композицию под названием Габен. Слушай, Гейб, я не хотел никого оскорблять. Мы лично могли все мирно решить, но ты перестал на им звать. Она является кавером одного из известнейших треков Эминема «Стэн». Это где фанат по имени Стэн пишет рэперу, а тот его игнорит. Я трачу бабок в доте, как девчонка на косметику, а ты не нашел пары минут, чтобы ответить мне? В версии Несса есть все. И масса отсылок, и мемчики, и музыка топчик. Жоль бы тоже. Про сцену тобой будто забыты и брошены. Отменить DPC единственное, что ты сделал хорошего. Не хватило только крутой читки от самого НСа, но и без того вышла годнота. Помимо клипа, НС также анонсировал первый в истории Старпер Хаб со зрителями. Для этого будет арендована отдельная площадка с большим экраном и сценой. Соответственно, зрители будут смотреть доту как на попстомпе, только это будет не официальная трансляция, а стрим с комментариями НСа и его гостей прямо со сцены. Вход на Старпер Хаб платный по 5000 рублей в сутки. Обоснование простое. В стоимость включен алкоголь и еда, но еще можно пожать руку НСу. К слову, билеты были подчистую раскуплены в первые полчаса после начала продаж. Так что попасть на Старпер Хаб уже не выйдет. Впрочем, расстраиваться не стоит, ведь ребята из Винлайн делают свою движуху, причем с бесплатным входом, если успеешь забукать место. Речь про огромный попстомп 29 октября в концертном зале Атмосфер Москоу для просмотра финальных матчей Инта. Организаторы, к слову, хотят обеспечить полное погружение, так что зал будет выглядеть как мид из Датана. Вход на мероприятия свободный, единственное условие пускают с 18 лет. Помимо просмотра матчей, можно будет сыграть в турнирах один на один, покрутить реальное колесо релай с призами. Ну и, конечно, ты сможешь закупиться в местном аналоге Секрет Шопа. В общем, намечается полноценный праздник Доты. Только это, если надумал идти, лучше погугли инфу про Винлайн попстомп. Размеры зала ограничены, и там, как я понял, нужно резервировать места заранее. Для остальных же будет вход в порядке живой очереди. Ладно, что-то я отвлекся от обсуждения комьюнити кастеров. Папаня, как обычно, жаловался, что ничего не понимает, а еще внезапно хвалил ребят из Team Spirit. Он даже заценил отсылку в профиле Мепошки на свой легендарный момент с Виверной. В профиле Анчито профил про меня, help out of mana, on my way, Виверна, что, блядь. Я уже столько лет, вот, реально, вот, не играю в Доту, по сути, никак с ней не связан. А че вы все еще-то помните? Виверной дохунской. Это виздец, я тоже это помню, конечно. Также, лично мне запомнился момент, где у Папани дичайше лагал стрим, а сообщить ему об этом было некому. Что же касается Никса, то ничего особого, помимо приглашения на Сакаста Лохи, он вроде бы не подготовил. Ну а в медиаполе ярче всего полыхнуло от вот этого его высказывания. Якобы лучшие времена Доты уже позади, а сейчас так, слабачки гоняют. Сакастера Лоха с ним в этом согласился. В ответ владелец Spirit Chishir иронично заметил, что два чела без веских достижений рассуждают об уровне Доты. Корбен в этой истории был более сдержан. Он написал, что все логично, ребята просто хвалят именно тот период, когда играли сами. Однако сейчас не стало ничуть хуже, просто играется Дота иначе. Ну а ты что скажешь, спросила ли Дота по уровню? Пиши об этом в комментариях. Вот я и почти добрался до игр, но сперва о месте проведения. Как ты помнишь, в эти выходные уже пускали зрителей, а команды сражались на сцене. Только проходило все не в клаймат-арене, а в конференц-центре. И, надо сказать, все полностью соответствовало пофигистичному духу этого инта. Вообще непонятно, куда идти, потому что на билетах написано, вам нужно прийти в конвеншн-центр. Мы пришли в конвеншн-центр, там ни одной вывески, ничего, мы ищем, куда идти, куда. Подошли в результате к человеку, спросили, куда идти, а он говорит, а вам вообще в другое здание. Сидячих мест кот наплакал, а остальные, смотрите, стоя. Сидящих мест здесь, ну, если вот прикинуть, с этой стороны, как будто на человек 300-400. Место, чтобы покушать в этом громадном зале тоже не выделено. Если вы хотите здесь где-то поесть, нет ни одного места, где это можно сделать. Секрет-шоп, естественно, не предусмотрен. Секрет-шопа здесь нет. Мне сказали, что секрет-шоп будет только на основной стадии. По сути, это просто обычный зал с двумя кабинками по центру. Никаким праздником доты для зрителей не пахнет. Вы можете поесть, вы можете посмотреть доту и купить футболочку. Больше-то ничего такого. Менеджер Бэтбум еще подметил, что в зале очень странная акустика и нет никакого ощущения трибун. Короче, место абсолютно не предназначено для турнира по доте. В общем, буду считать это бюджетной версией инта для тех, кому не хватило денег на мейн-эвент. Плей-офф стадия интернешнала началась с сетки венеров. И в первом же противостоянии случилась чуть ли не главная сенсация этих выходных. Virtus.pro стерли Team Spirit на первой карте за 30 минут. Частично это, конечно, произошло из-за отданных спектры Бристлбека, а можно сказать Сигн ВП. Тем не менее, вряд ли кто-то ожидал, что Spirit проиграют свою первую карту на этом инте именно им. Следующая катка уже проходила под диктовку чемпиона Фрията. Они набрали под 20 тысяч преимущества по голде, а Ятора оформил красивый ультракилл на Муэрте. Казалось бы, пишите ГГ и стартуйте решающую, но в ВП были другие планы. При заходе на ХГ Spirit давят слишком глубоко и катка переворачивается. Есть Хекс, но есть еще Дублейд. Видно, видно, его видно. Нажимает по КБДД. Пойду, но дубил одного. Есть еще и ультимейт от Грима. Хорошо. Заставил Нотик надо добить. В течение следующих 10 минут Spirit теряют две стороны. Казалось, победа уже в руках Virtus.pro, но Ятора с товарищами не просто так поднимали над головой Аегис. Virtus.pro сейчас Хекс. Незавтра под катаклизм. Заято. Разошли. О, ее поле. Сноуболы. Моу сэмит. Пепошка. Лара запрыгивает, ставит Гримкова Супернова в ответ. Сандреев Хили, ЦК. Но он погибает. Рассыпался из квадика. Они просто умерли. Никого не смогли забрать. Похоже, Virtus.pro отдали все свои силы на первых двух картах. На решающие их практически не было видно. Медовый котел не зашел абсолютно. Вот так Spirit, хоть и не без больших проблем, оформили первую путевку на Клаймат-арену. Кстати, минутка юмора от дизайнеров Valve. Благодаря шрифту из Доты, кажется, что на Мидиу Спирит играет Карл. Следующими в Венерах сражались Талон и Ликвид. На бумаге матч дня, а по факту две уверенные победы в Лейте. Не помог ни легендарный Морф от 23 Сэведжа, ни доминация Микота в Миди. Аеги забирается, ведь Джабс успели забрать Талон. Сразу ультимейты полетели, Микки здесь, активируют ультимейт. Вастри Сэведж начинает убить под БКБ. Микки больно, Микки! Микки отжимается, Микки Сандердал! Вастри Сэведж погибает! Погибает, Луна устояла, фантастика какая! И остальные тоже, естественно, будут рассыпаться. Да, Джабс... Дальше все было еще печальнее. Азур Рей вынесли Наус со счетом 28 на 2 по фрагам. Китайцы смотрелись на голову выше и заслуженно прошли дальше. Другие китайцы, это я сейчас про ЛГД, встретились с Найн Пандас. Сперва здесь стоит отметить, что наш коллектив получил огромный штраф на пиках первой карты из-за опоздания на одну из медиа-активностей. Впрочем, удивили на драфтах именно ЛГД. Они впервые на турнире взяли Бруду, а также довольно редкого Магнуса. А еще они фердспикнули Дарквиллоу якобы на саппорта, а потом сделали из нее кэри. Начальная стадия игры проходила полностью под диктовку китайцев. Однако параллельно Рамзес на морфе качался и успел нафармить нужные предметы прямо перед заходом ЛГД на ХГ. В итоге все преимущество было утеряно, а кто победит, было неясно до самого конца. Данный матч выдался очень зрелищным. Соло умирал от терзателя. Десятки байбеков, фейлищики атака. Нет позиции. Или есть второй РП? Киатака. Застрел! Киатака прыгнул, кекс поймал, можно давать кекс РП по двоим минусу Д. Байбек, байбек, 10 секунд будет байбек, вернется киатака. Под конец панды проиграли не особо значащий замес, потратили байбеки и вскоре отдали карту. На второй, как мне кажется, они уже поплыли. Особенно сильно не шла игра у бустера киатаки. ЛГД удивили тройкой над сталкером и без особых проблем закрыли серию. Итого, в полуфинале Венеров Спирит встретится с Ликвид, а два китайских коллектива сыграют между собой. Команда из Поднебесной минимум в топ-3 Инта, вот тебе и угасающий регион. На самом деле, силу регионов отчетливо показали матчи сетки лузеров. Для начала у нас шла Северная Америка, которой на первый взгляд не повезло. Ведь в матче на вылет сошлись ТСМ и Ребеллиан, а их победитель попадал на Наус в борьбе за топ-8. С другой стороны, я не уверен, что Америка вообще зашла бы так далеко по сетке при других раскладах. Но давай к самим матчам. ТСМ, я бы сказал, уверенно переграли Артизи с товарищами и оставили их в топ-16 Инта. Убить Луну, Луна сатаником, дизрабшу на Луну. Яйцо уничтожает Ари, просто в соло ворвался. РП по Артизи, попали по Кентавру. Артизи без Байбека. Думаю, после такого нас ждет полный дисбант Ребеллиан. Впрочем, дальше ТСМ пройти не удалось. На обеих картах они сильно выигрывали начало, однако наунском бекале. Первое, это был Кей-1 на Наке, во второе, он же на Лансере. И без мастер все-таки погибает, он опять в день, что Париж на Дебан сработал, снова киксы в камешек поставили. Брайл дальше пытается догнать Дазлов, но не запустить, он не может получать бой за тач. Погибает Куэрто, Байбека нет, Лелли Сайдж не отпускает Байкмона, Рорад Кассани. Но он остается чуть ли не один после Байбека, здесь поочередная Супернова, буду ее покусить всех заставов. 3-4 героя бьют Супернова, разбивают ее и Байбека нету. В целом, игры выдались зрелищными, был виден пот с обеих сторон. Итого, наунс, оказывается, это лучшая команда Америки. Напомню, именно эти ребята не пустили Дэнди на Инд в финале отборочных. С Северной Америкой разобрались, теперь давай к Южной. ЕГЭ встретились с гладиаторами и шансы на успех у них, скажем прямо, были минимальные. На первое они проиграли начало и тупо встали в непробиваемую защиту хайграунда. Суммарно, карта длилась 70 минут, 40 из которых ЕГЭ дефали базу. Итог на твоем экране. На второе гладиаторы выиграли все три линии и добили соперника на скиле. Ну а последний представитель Южной Америки Кит Старс играл на вылет с Бэт Бум. Я бы описал это как избиение аутсайдеров без намека на сопротивление. Найтфолл и компания уверенно отправились дальше по сетке. И давай я сразу же перейду к их следующей практически легендарной битве с Талон. Азиаты решили затягивать все катки в глубокий лейт. Они массово покупали Мидасы и растягивали ББ по карте. Несмотря на это, СНГ коллектив оказался сильнее в решающем замесе и пошел пушить Трон. Падает и четыре дальше, спектра 20 секунд, Винд Рейнджер не выкупается, очень хладнокровно, все-таки пришлось. Полетел Айсбах, Вибера убивает, Айсбах очень крутой. И выхватит урона, они как Найтфолл пытаются уйти из драки. Ой, как много урона. С остальными есть проблемы, Расперид отменяет телепорт, Пьюру, Пьюра останется здесь, остается и Торонто, Токио. Как ты, наверное, понял, это был тот самый момент, где Бэтбум отдали выигранную карту. Но вот что творилось дальше, это надо было видеть. ББ берут Пуджа и Виспа в сложную, а Талон отвечают Рики и Кэрри Дарквиллоу. Всю игру коллектив из Юго-Восточной Азии сильно ведет, ББ теряют сторону. Однако в последний момент Найтфолл на Муэрте под Виспом оформляет камбэк. А без него игры больше нету, команда Талон, игра по Т4. Браво, Бэтбум, браво, Бэтбум. По-моему, это первый момент за всю историю команды, где парни показали, что могут не тельтануть и играть до конца. На решающей карте Найтфолл выкатил сигнатурного лансера, а ГПК раскатал на шторме. Итого, Бэтбум отправляются в топ-8 Интернешнала. Врыв на ПЛ, пытается быстро убить, долетает Пуш, врывается 23-й, 23-й. Нужно выйти из тимфайта, погоня за демоном, демона пытается добить, врыв на БАК и трапиры. Бьюра идет до конца, добивает БАКа, Байбэка, больше нет. Ну а что же их обидчики из стыковочных Найн Пандас? К сожалению, они упали в лузера сразу на гладиаторов. На первой карте был разнос в салатище, счет по фрагам 20 на 5. Более того, коллектив Дурачьё выиграл за 19 минут, это была самая быстрая катка всего этого Инта. На второй Киятаки взяли Баратрума, на котором он практически не играл. Соответственно, мид провален, бустер в тильте, игра отдана без единого шанса. Падус, лотус, орб, стат, пульверайс туда, прыгает Мьера, но за голик ставится, где атака просто бегает рядом, ничего не сделает, друзья. После вылета Рамзес пришел на официальную трансляцию и дал комментарий. Драфты были не лучшие, играть было достаточно тяжело. Вряд ли это можно назвать каким-то матчем, но нас просто снесли. Что же касается причин спада панд, Рамзес сказал следующее. Как-то герои не наши, как-то так стакнулось, по мете тоже мы не особо попадали. Не знаю, может быть, сказался перерыв. При этом Рамзес не опускает руки и будет врываться с новыми силами в следующем сезоне. С каждым годом я стараюсь все набирать и набирать. Я вернусь сильнее, это точно. Вот так первая из четырех СНГ команд покинула главный турнир года на уровне топ-12. А тем временем в восьмерке сильнейших оставался один слот на троих претендентов. Тундра встретилась с Энтити, в теории легчайшая для чемпионов прошлого Инта. На первой карте действительно так и было. Парни вели 26-10, разнос был по всей карте. Однако, как говорится, одна ошибка и ты ошибся. Тундра отдается по одному и внезапно проигрывает. Ну а на второй они будто бы расклеились. Ребята фармили и фармили, только вот командной игры будто бы не было. Не знаю, может они и поссорились, но в любом случае Энтити закончили без шансов. И вот это, я считаю, первая мега-сенсация этого Инта. Прошлогодние чемпионы отлетели в топ-16. Ну а следующая мега-сенсация произошла в матче после. Virtus.pro сотворили что-то невероятное и не оставили Энтити практически ни единого шанса. Они смотрелись на две головы выше и выбили фишмана с тиммейтами из борьбы за Аегис. Таким образом, в следующем раунде лозеров встретятся Наунс и Гладиаторы, а также Бэтбум и Virtus.pro. Очередное СНГ дерби и уже две наши команды как минимум в топ-6 Инта. Напомню, что все эти матчи пройдут в ближайшие выходные на Клаймат-арене. Финальная восьмерка, которая сыграет на The International, выглядит вот так. Три коллектива из СНГ, по два из Европы и Китая, а также американцы Наунс. Жаль только, что на самом удачном Инте для нашего региона призовые такие маленькие. Хотя ладно, Spirit по факту забрали самый дорогой Инт два года назад, так что грех жаловаться. Буду с нетерпением ждать развязки и держать вас в курсе событий. Факт дня. Мэдисон заявил, что Яну Непомнящему стоит перестать общаться с дотерами и играть в доту. После этого он наконец сможет взять мировую шахматную корону.